Экологическое ЧП в Чебоксарском районе. В реке Рыкша гибнет рыба. Запруда неподалеку от Лапсар превратилась в канализационный отстойник. Что случилось? Кто виноват и сколько времени понадобится на восстановление экологической справедливости? Выясняла наша съемочная группа. Запруда на Рыкше весьма популярное место. Отдыхать сюда приезжают и окрестные жители, и чебоксарцы. Да, тут и приезжают отдыхать. Ну, в общем, приятно здесь отдыхать. Было. Было, а сейчас, что сейчас? Рыбка травилась и рыбаков нету. Вячеслав с товарищем собрались порыбачить здесь выходные, а сегодня заехали взглянуть, как обстановка. Удивились страшно. Целое лето я вот последний раз был. В августе нет. Ну да, в августе был я. Все нормально было? Все нормально было, абсолютно. Рыба ловилась. Здесь такая хорошая рыба была, да? Здоровая. Отлично. Крупная рыба. Именно отличная. Крупная рыба шла. В общем, мы ловили не меньше грамм 200-300. Вот такие хорошие были рыбы. А вот сейчас пришли тут, испугались. В понедельник 11 сентября в единую дежурную диспетчерскую администрации Чебоксарского района поступил звонок. Житель деревни Акулевы сообщал, что в Рыкше очень много мертвой рыбы и пахнет вовсе не речной водой. Со всеми службами были обследованы берега реки Рыкше, в ходе которой были установлены, что на реке Рыкше очень много всплытой мертвой рыбы. Также при проверке был установлен непосредственно источник сброса. Источником сброса явилось ООО «Агрохолдинг Юрман», непосредственно пометохранилище, расположенное в районе поселка Лапсара. В результате прорыва загрязняющего вещества на расстоянии где-то 500 метров разливались в реку Рыкша. Розлив продолжался не менее двух суток. Еще вчера были взяты пробы воды и листых отложений почвы воздуха. После проведенных анализов специалисты скажут, сколько времени потребуется для того, чтобы Рыкша восстановилась после нанесенного экологического удара. Однако уже сейчас понятно – рыба доживает последние часы, а пастухи не разрешают коровам даже приближаться к привычному водопою. Как случилось, что за последний год это уже второй случай загрязнения рек с токами – сначала в Урнарском, теперь в Чебоксарском районе? Фактически каждое предприятие, собственник таких пометохранилищ, должно самостоятельно провести определенные работы по обеспечению безопасности данного пометохранилища, поставить его на учет в органах Ростехнадзора с целью дальнейшего контроля за безопасностью эксплуатации данных гидротехнических сооружений. Вместе с тем мы видим на лицо, что данное пометохранилище на учете не стоит. Соответственно, мы не можем говорить о том, что обществом принимались абсолютно все меры для обеспечения должной безопасности, дабы не допустить такого вот сброса, который, к сожалению, сложился на данный момент. По словам сотрудников природоохранной прокуратуры, содержимое пометохранилища стекало в Рыкшу двое суток. На предприятии и не знали, что у них произошло ЧП. Никаких мер не предпринимали. Между тем, предупреждения в адрес руководства птицефабрики поступали. Проверка агрохолдинг-юрма была проведена. По результатам данной проверки были выявлены нарушения при эксплуатации гидротехсооружений. С целью их устранения было выдано предписание. Последнее предписание, о котором вы сейчас говорите, что проверка проведена? Мне известно об апрельском предписании. В настоящее время межведомственный природоохранный следственный отдел, который также подключился к проверке, решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту загрязнения реки Рыкши. Елена Гальперина, Николай Яковлев, Республика.